Всем здорова! Мы сейчас вместе с вами посмотрим новый ролик Акро. Короче, в этот раз родители снова бушуют, в этот раз родители снова бунтуют. Естественно, а против чего бы они... Короче, в прошлый раз был что у нас? Попит? Попит? А, и после пипита даже что-то еще было. Не знаю. Короче, попипита. Короче, в этот раз родители бушуют против игры в кальмары. Классика жанра. Вот, сейчас посмотрим от Акро обзор на всякие репортажи, скандалы. Короче, погнали смотреть. Как сериал «Игра в кальмары» разрушает русские ценности по версии некоторых журналистов? Эксперты по деструктивному контенту уверены, что «Игра в кальмары» и другие садистские симуляторы будут и дальше продвигаться эти... Просто челики бегут в роблоксе, лего, и там, да, их типа стреляют. Ну, я же куча стрелялок, и там... ГТА! Во-вторых, продолжается последовательная идеологическая война против России. Как этот сериал якобы заставляет русских детей бить друг друга? Общественность в шоке. Родители бьют тревогу. Лига безопасного интернета... Слушай, а вот они сами эти репортажи говорят. Они внутри по себе угорают просто? Или они прям на серьезных шахтах? Нет, а я думаю, у них опытная такая... Мне кажется, они уже просто через себя ничего не пропускают. Деформация? И они... Я думаю, они, ну, нормально. Как профессиональная деформация? Да. То опытная деформация. Да. Интересно обратилась к психологам за экспертизой. В ТикТоке и других соцсетях его активно смотрели дети. Родители бьют тревогу, младшие классники вовсю играют в кальмара и проявляют агрессию. Откуда? Ну, ведь это же то же самое море волнуется раз. И если они играют, они же не играют с автоматами. А тогда... Дети играют в молнушку! Они берут в руки палки и думают, что это пистолеты! Срочно! И тема войны, значит, получается, как-то деструктивно влияет на детей. А зачем они парады показывают и гордятся? Сломался мозг, все! Да, это жестокость. Вероятно, она из... Парад будешь показывать не по этому поводу, то смотри, Вадим, будешь как Моргенштерн. Показывают, что гордятся. Как СМИ опять нашли крайнего? И по какой причине до сериала докапывается некая лига безопасного интернета? Такое есть? Сегодня мы во всем этом раздремся. Видимо, есть. Не отходите далеко. Все массовы сдрев. Я, правда, старался держаться подальше от этой волны. Я хотел держаться в стороне. Знаете, я помню, как когда-то моя знакомая... Да, я еще припоминаю времена, когда я общался с людьми. Утверждала мне, что она принципиально не будет смотреть фильм. На самом деле, неправда. Акро очень хорошо с людьми общается, потому что я видела Акро стримы, у него там всегда новые разные люди. И у него очень много разных женщин. Он очень популярен среди женщин. Да, вот что я сделаю. Так что у него там очень много людей. Видишь, что он на стримах творится. Не надо, не надо, не надо. Мстители, финал. Потому что про него говорят всем. И это уже вызывает настоящее отторжение. Я на это отреагировал максимально красноречиво. Сказал, чё? То есть ты отказываешься дать какому-то контенту шанс, потому что он заполнил с собой информационное пространство. Какое-то спорное решение. Но многие люди так делают. Да. Потому что я не такусик. Нет, аж ты бомбишь уже. Типа уже задолбалась везде. А ещё потому что я не такусик. Не буду смыть за говно. А ещё потому что я не такусик. Да, а ещё не такой как все. Потому что я даже не знаю, что это, но я не такая, как все, я особенная. Я что, стадо, что ли? Я не буду это смотреть, я против стада. Ситуацию открыто достижение. Информация про корейский сериал Игра в кальмара В какой-то момент заставила меня словить нервный тик. Эта штука была везде. В инстаграме, тиктоке, вконтакте. Я не знаю, в живом журнале. Он ещё в живом журнале. Если да, то там наверняка тоже что-то такое было. Даже люди, которые вообще в интернете толком не сидят, в социальных сетях не засиживаются. Начали у меня спрашивать, смотрел ли я Игру в кальмара. А я не смотрел и не собирался. Мне даже кидали посты с сайта Двач на тему того, что я не должен проходить мимо этого сериала. Я просто хочу сказать, что если ты не смотрел Игру в кальмара, и если тебе не понравилось, ты старый, переживший свой век, пердун. В 2020... Нет, это неправильно. Если ты, ну, не хочешь, не смотри. Если хочешь, тебе не понравилось, ты тоже имеет право быть, потому что каждый своё мнение. Ну да. ...первым не смотреть Игру кальмара, всё равно, что в 2011 не смотреть Игру престолов. Да это молодёжь. Я не смотрел в 2011. Но я потом всё равно посмотрел. Ну потом. Но старые люди обязаны приобщаться к современной актуальной повестке. Либо они превращаются в совковых бабок, которым интернет не нужен и бог накажет. Задумайся, твой 2007 не вернуть. И я такой, ха, отличный вброс! Мне совсем не обидно. Лошадь, я ставлю пердун. Да, отстаньте. А потом начали появляться вот такие вот новости. В России захотели запретить Игру в кальмара. 26% граждан, слышавших хотя бы название сериала Игра в кальмара, поддерживают идею запретить его. Но они же просто слышали. Это же было не 26% граждан, которые смотрели сериал полностью. А 26% граждан, которые хотя бы слышали название. Мне не нравится это название, запретить. Если была бы там, не знаю, игра в чебурашку, тогда нормально. Не знаю, что за игра кальмара. Они такие, типа, представляют, так, игра в кальмара. Походу, дети слышат кальмара и бросаются им, да? В бильмагазине. Нет, нет, как бы синякид, походу. И вот у них та же тема. А, точно. Может, они как-то ассоциируют, тоже какие-то морские животные. 27% считают возможным, что сцены насилия в игре в кальмара могут провоцировать жестокость и в реальной жизни. И я такой, блин, походу, это все-таки моя тема. Я не смог уйти от неизбежности. В последнее время среди боушек школьников стал популярен сериал. Кстати, по поводу популярности. Вот я смотрю на эту девочку и вижу вот эту вот шапку. Я не понимаю, что за тема. Я вообще редко выхожу из дома. Но если выхожу из дома, я вижу кучу девушек и девочек в таких шапках. Что за прикол новый какой-то? Это новый какой-то тренд, который я прошляпала мимо себя. Какие-то мохнатые шапки, похожие на перевернутое ведро. Горшочек, горшок. Горшочек. Да. Окей, если коротко о завязке сериала. Толпа людей, что находится в скверном финансовом положении, участвует в турнире, где им приходится играть. А, может, не стараться? Все уже посмотрели стараться. Да, может, не рассказывать ничего. Ну, нормально, нормально. Мы послушаем, мы послушаем. Мы освежим память, как сказать. Мы уже забыли его. Да не забыли совершенно, невозможно. Ну, мы не можем забыли, что он везде. Он везде, да. Но мы его посмотрели давно. Детские игры, дабы получить денежное вознаграждение. Однако в процессе выясняется, что цена проигрыша внезапно жизнь игрока. Прямо скажем, сериал с таким концептом не является каким-то зашкаливающе оригинальным зрелищем. Многие вспомнят Пилу, Куб, да и вообще немало фильмов. Однако все новое это хорошо. Ой, Эвзамен тоже прикольный фильм, да. Забытое старое. В конце концов, мы живем в эпоху рассвета, жанра королевская битва в компьютерных играх. И тут у нас вполне себе батл-рояль. Только в сериале. И все это приправлено достойным саундтреком и какой-никакой социальной темой с расслоением общества в придачу. Что же могло пойти не так? Кто пошевелился, это свое движение может считать последним. И благодаря сериалу игра уже получила новую жизнь на российских детских площадках. А как они, интересно, выбивают? ...правильные русские дворы. Не вижу ни одной разбитой бутылки, а из шин никто не сделал лебедей. Это явно какой-то обман. Но молодежь, кажется, пошла дальше. Раздают визитки якобы игровой организации. Это просто PlayStation продают. Ну, вы не поняли. Купи PlayStation. Просто крестик потеряли. Купи PlayStation 4, 5-ая выходит. ...пишут в одном из пабликов во ВКонтакте. Я могу понять, когда паблики ВКонтакте ссылаются на СМИ. Но когда СМИ ссылаются на то, что пишут в одном из пабликов в ВКонтакте... ...замбуты круги, нормально. Очень достоверность. Очень, очень важно. Один чувак сказал мне тетя, мамины дядя, подруги, зятя, папы, пупса. Сын, подруги, тёлки, брата. Да. ...раздувает какую-то тему для репортажа. Это слегка странно. А дальше они будут отсылаться на то, что на заборе написано. Знаете, давайте я тогда напишу на своей странице, что это я настоящий сценарист игры в кальмара. А коварный... Ты рискуешь. ...нагло присвоил себе мою работу. А ещё я добавлю, что у меня пенис 40 сантиметров. И надеюсь, что это максимально распространят СМИ. Это она должна знать правду. На вопросы, что это такое и зачем, подростки не отвечают. На запугивание полиции сворачивают агитацию. На запугивание полиции в связи с чем? В связи с тем, что они просто раздают карточки с треугольником, ноликом и квадратом? Ну, наряд полиции это ещё по-божески. В сталинские времена за это бы расстреляли. На запугивание полиции сворачивают агитацию. Агитация к чему? К тому, что Sony PlayStation должна отказаться от кнопки X на... Да, потому что нет X на карточке. Да, ебанок. Или как это трактовали? Ну, по крайней мере, спасибо, что хотя бы в этот раз никто не сказал, что это призыв к игре, которая является новым синим китом. Ведь правда... Я вот про это говорила, что, походу, у них ассоциации такие. Кальмар, кит, что-то в море, какие-то игры. Да, что-то плохое. Я тебе кричу. Они даже не слышали, у них просто какая-то ассоциация с работой, мы так подумали. Челябин самовлечение игрой в кальмара напомнило трагические события, связанные с интернет-сектой Синий Кит. В нашем классе мы выявили игру в кальмара. Детям даются бумажки с номером телефона, где на обратной стороне нанесены какие-то знаки. На этот номер надо отправить сообщение. В ответ поступают задания. Например, оскорби или унись своего одноклассника. А, какая удобная отмаза для детей, которые издеваются над своими одноклассниками и другими. И такие, не-не-не, это не я издевался, просто мне смс-ка пришла. Да, я не хотел. Я не хотел, я просто задание выполнял. Это вопрос жизни и смерти, понимаете? Поэтому я вот так вот оскорблял. Не пришлось, что выполнить, я не хотел. Поэтому я с тобой сковняком, да, вот, да. Ты должен умереть. В качестве приза за промежуточные задания обещают много денег. Потому что, как известно, челябинские школьники самые богатые и могут позволить себе тратить на такое много денег. Пока больше ничего не знаю. Мы это пресекли в самом начале. Блин, удобная позиция. То есть ученики не перебили друг друга. Не потому что новость выдуманная, чтобы набрать трафика. А потому что все вовремя предотвратили. Я предотвратил пожар. Но ничего не горит. Ну я же предотвратил. Потому что я предотвратил. Но ты буквально ничего не делал. Эй, научись быть благодарным. Ладно, вернемся к вот этой штуке. Я вбил ВКонтакте эту якобы новость. И развернулась прекрасная картина. Пост есть и в паблике Балашиха рулит. И в паблике подслушано лобни. Они прям одинаковые. Ковровые. Смотри. Всюду один и тот же текст. И она тоже крутая. Визитки, которую якобы раздают. Ну либо в наше время люди вообще лишены оригинальности в плане фотографий. Либо речь идет про одного человека. Который упорно идет из города в город. Но при этом за ним гонится какой-то безумный преследователь. И он везде фотки с одного ракурса. Свою визитку, понимаешь? И продолжает всучивать этому человеку злополучные карточки. Вот про это надо снимать сериал, мне кажется. Короче, отличный повод для репортажа. Ничего не могу сказать. Но есть и еще один момент, незаметно затягивающий в сериал. Формат реалити-шоу. Какие они глупые. Вот я бы на их месте поступил бы по-другому. Аналогия с Домом 2 или Шоу за стеклом. А ведь их феномен связан с возможностью для зрителя самоутвердиться, возвыситься. Благодаря увиденному на экране. Вот только в Доме 2, насколько я знаю, никого не... Кто из них как-то уж победил? Представь, в финальной битве, когда они там на нотичках, кто? Винцеслав или Довжанский? Кто его знает? Господи, я знаю, как их зовут. Это не я, мне Вадим рассказал. Мне Вадим рассказал. А откуда он знать не спрашивается? Я смотрел. Да. Я люблю Дом 2. А кого ты больше любишь, Винцеслава или Довжанского? Кто в том сердечке? Тенис Собчак. Убивают. Вот такое серьезное упущение. Видимо, недоработали задумку, с кем не бывает. И знаете, я уже собирался расслабиться и на все это забить, но... Общественность в шоке. Родители бьют тревогу. Лига безопасного интернета обратилась к психологам за экспертизой. Родители бьют тревогу. Младши классники вовсю играют в кальмара и проявляют агрессию. На сериал обратила в России внимание Лига безопасности интернета. Лига безопасного интернета. Идут, 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 идут. Звучит как название для команды супергероев. Хорошо. Вот только для мира, где геройством называли бы бесполезную трату времени. В реальности на практике во многих странах сложилась не очень хорошая ситуация. Потому что вот эти детские игры, традиционные, в принципе, как вот этот зеленый свет, красный свет, привели к тому, что дети стали себя, стали друг друга бить. Екатерина, вы точно сериал смотрели? Там за проигрыш в игре не бьют. Там за это лишали жизни. Ну, у них просто нету возможности. Понимаешь, если был бы у детей травмат, возможно, пошла бы чуть-чуть по-другому бы игра. А так, ну, придется пользоваться подручными средствами. Поэтому такое переживание. Что это уже не выглядит как страшное произведение чего-то ужасного с экрана детьми в реальности. А учитывая, что в сериале представлены в том числе и вполне традиционные игры, то как вообще можно понять грань между Дети играют в какое-нибудь море, волнуются раз, или же играют в его корейский аналог... Песенку пели на площадке. Да. В общем, разница. Они стояли на стафоре и такие... Гринлайт, редлайт. Нет, или такие... Когда был зеленый свет, они шли на него. Из сериала. Жаль, что когда я был маленьким, я не додумался, что можно сделать какую-нибудь херню, а потом во всем обвинить сериал. Скольких неприятностей я мог бы избежать. То есть они бьют проигравших в этой игре. Что же стало с современными детьми, что они только после просмотра игры в кальмара поняли, что можно взять и кого-то побить? Действительно. Моя вереное поколение. Откуда эта жестокость? Вероятно, она из-за просмотра вот этого сериала или отдельных сцен из этого сериала. Поэтому мы решили изучить эту ситуацию, направили материалы психологам, чтобы посмотреть, что вообще происходит и как нам на это реагировать. Потому что мы понимаем прекрасно, что в ближайшее время это станет трендами в ТикТоке. Нам нужно понимать, как нам бороться, по сути, с очередным челленджем, очередным трендом в ТикТоке. «Немножечко отойдем в сторону». В борьбе о стороне в ТикТоке то же самое, что, не знаю, статный вентилятор, мне кажется. Против ветра. «Мозможно, вы уже забыли про такого человека, как Елена Мизулина». Это же доча была, то, что они все такие красавчики. «Милонов» изошла новость, короче, стал главным лицом Госдумы, что ли, по защите прав семьи, женщин и детей. Представляете, что там натворит «Милонов»? Там будет полный трэш вообще. Я видел, как он журтой дрался. Ну, ты понимаешь, уровень адекватности человека. И рэп пишет. Он, кстати, тоже высказался про игру в кальмара в своей стандартной экспрессивной манере. «Как вы смеете так говорить? По всему миру родительское сообщество бьет тревогу. Эксперты говорят, почему приводят этот сериал. Тихо, терпи. Терпи, божик. «Еще имеете надвость говорить от имени родительского сообщества. И тем более депутат такой вообще не может говорить. Вы должны стоять на страже нашего общества, на страже здоровья нашего общества, а не бояться обидеть западного спонсора. Честно говоря, мне очень противно. Я не знаю, насколько поддерживают вашу... Смотри, чел играет, терпи, терпи, чел. «ЛГБТ и ПВМ ценностям ваших избирателей». «Просто неудобно слушать это». Вот серьезно. Это пони чержет. Не знаю, мы или он сам... «Спасибо, спасибо, вы...» «Спасибо, вы...» «Виталия просто сокрушила». «Вырубайте его». «Тихо, тихо, тихо». «Уже давно никто не воспринимает всерьез, так что проехали». «Если Милонов в основном...» «О, я про это говорил». «То именно Елена Мизулина была инициатором закона об оскорблении чувств верующих, крайне странно написанном закону, с крайне расплывчатым понятием этого самого оскорбления. Под который можно подвести все, что угодно». «И вот теперь наблюдайте преемственность поколений». «А ты моя дочьа». «Дочь Елена Екатерина возглавляет так называемую Лигу безопасности интернета». «Российскую околоправительственную организацию, созданную с целью цензурирования интернета». «И нет, я не думаю, что в интернете ничего нельзя подвергать цензуре». «Но зайдя на страницу Екатерины ВКонтакте, вы можете увидеть, как она постит вот такую информацию. «Следственный комитет проверит публичные заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы». «И информацию о поиске в клипах Эл-Джея пропаганду запрещенных веществ». «Что как бы заставляет задуматься о том, насколько осмысленными вещами занимается эта ваша...» «Но ведь тогда надо делать, искать запрещенные вещества во всех в реперских клипах почти. Они же там во всех есть. А-а-а-а». «Она взяла за самых нелюбимых». «Которые не нравятся?» «А буквально с удовольствием можешь слушать». «И поэтому они его не ищут». «Да». «Фига. Задумайтесь. Проверка сериала, игра в кальмара, поиск для этого каких-то психологов и, соответственно, все с выделением на это каких-то государственных денег. И все, чтобы понять, подходит ли сериал с меткой 18 плюс...» «Для детей». «Для детей». «Гениально, логично. Я скажу без психологов, ребята. «Не подходит». «Не подходит». «Где мои деньги?» «Я проэкспортировала». «Ничего не сказать». «Одно дело, когда просто по телеку выходят пустые репортажи о том, как кто-то там из родителей...» «А, вот что еще было против Амогусов». «Он играет в игру Эммонг Аус». «Помните, как было Эммонг Аус?» «Какие могли запрещать Эммонг Аус?» «Боже, боже, извините». «Где-то возмутился. Но делают ребята контент из того, что могут. Другое же дело, когда околоправительственная организация тратит свое время на подобную ерунду». «На что еще тратить?» «Надо сделать весь вопрос». «Мони, мони, 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 мони». «Канал обновили, где текст в их ролике зачитывается каким-то полумертвым голосом, ради которого нужно выкрутить свои колонки на максимум». А могли бы меня на озвучку взять, но вместо этого вы все потратили на психологов, которые сейчас смотрят игру в кальмары и получают удовольствие от жизни. Здравые приоритеты. Марио, Бельгия и Великобритания. По крайней мере, оттуда была такая информация. Педагоги в школах обратили внимание, что дети, играя вот в эти обычные игры, которые изначально безопасные, стали проявлять больше жестокий». Вышибала максимально безопасная игра. Ножечки максимально безопасная игра. Прекрасно. Там можно миллион игр, наверное, максимально безопасных найти. Ребята, мне кажется, вы с такой логикой слишком много даете чести авторам сериала. Потому что, я, наверное, сейчас прошу, но не в игре в кальмара придумали такую штуку, как насилие. Блин, вот когда меня в школе били, я думал, это потому что одноклассники просто мудаки. А оказывается, они отправились в будущее, посмотрели игру в кальмара, вернулись обратно, и поэтому стали жестокими. Нет, 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 еще им приходили смс-ки на телефон, потому что им выполняли специальное задание. Поэтому так и получилось. Они не хотели тебя бить. Просто им смс-ки приходили, ничего не могли сделать. Как я не обдумал такой вариант. Во многих школах произошли массовые драки детей, и из-за того, что дети играли вот в эти игры из сериала... Я уже не знаю, может, вам всем заплатили, чтобы привлечь внимание к этому сериалу? Годы кинематографа, где показывали самые различные драки. Да, кстати, когда же была тема, там, черепашки-ниндии выходят, все, мальчики все во дворе дерутся, типа, я буду Донателло, я говорю, Мортал Комбат, когда выходил, все дрались друг с другом. А, нет, мы-то говорим, Мортал Комбат выходил. Так а может они когда-нибудь тоже придирались? Просто тогда не было... Они ко всему популярному ближаются. Интернета не было тогда. Все популярные, они к этому придираются. Они хотят просто нахайпиться на теме. Да, по сути, этот сериал не про то, как люди дерутся. Но вы бы дали бы хоть один пример того, как какой-то ученик обещал другим деньги за какую-нибудь игру. И вот одноклассник не справился и получил за это люлей. Вот такую ситуацию можно было бы хоть как-то подвязать. А тут люди вообще не стараются. А какие в Кальмаре образы? Там людей убивают как мух за неправильно, не знаю, отломанную печень. Я не могу сказать, это свой гринскриновый нимб. Смотри вокруг, сияющий. И сейчас это стало темой для веселых роликов в ТикТоке. А также эпизод массового расстрела. Все разрукано на мемы. Ощущение, что куча СМИ вообще людей не знали до этого сериала, что такое жизнь. И сейчас резко проснулись. Ай-яй-яй, в сериале кого-то убивают, а потом из таких сцен могут сделать мимосики. Вот это революция. Ну так я же говорю. Я что, должен объяснять специалисту по деструктивному контенту, что такое юмор? Юмор это защитная реакция на окружающую действительность. Какой-нибудь черный юмор, он появился не от каких-то особо коварных злых людей, а как реакция на всякие ужасы в действительности вокруг. А тут речь идет даже не о... То есть сейчас все настолько сильно цензурируют, что реально вот этот черный юмор, все эти шутки, их вообще нельзя шутить, я заметила. Да, он может кого-нибудь оскорбить. Да, вот сейчас все, вот нас оскорбили, тех оскорбили, все-таки оскорбленные, униженные. И мне кажется, что из этого на самом деле очень сильно качество юмора страдает, потому что от него... Очень сильно, мне кажется. Пошутить и раскрыться в максимально каких-то там жестких вещах, которые смешные, потому что они на грани. И у человека есть немножко такой эффект шока, типа, нифига ты на такие темы шутишь? И он такой, вау, прям смеется. И мы вот этого теряем. Ах, о выдуманных персонажах, господи! Или этот мужик посчитал, что игра в кальмара это документальный фильм? Раскручивает его кто? Ведь раскручивает тот же Ютуб, раскручивает ТикТок. Установка, она где-то находится за океаном. То есть кто это делает? Мы на этот процесс... Рептилоиды во всем виноваты. Мы вообще не влияем. То, что нам говорят... Срочно шапочки, спальни! Нам задали такой тренд сейчас, вот игру кальмара, все повторяют. Завтра они какой-нибудь самовынственный тренд зададут там или... Ой... Ты... Бля... Да. В январе этого года родителям Никиты удалось зайти в его соцсети. Сфидальная музыка, просмотр жестоких аниме, где жизнь человека ничто. Так, стоп, а как мы вообще перешли к аниме? Это ж классика, жанр, ребят. Вот здесь аниме, да. Поп-ит? Виноваты аниме. А Монгалс? Виноваты аниме. Тут игра в кальмара. Игры, игры. Конечно, аниме виноваты. Игры и аниме. За несколько дней до трагедии Никита закончил смотреть популярный среди подростков аниме сериал. Потом чуть-чуть поиграл в Амонгалс. Да. И зашлифовался. Потом еще поп-итал... Маньяк готов. Вообще. Человек, что работал над этим сюжетом, решил, что ну пахай перечуточку, но пора и классику знать. Во всем виновата аниме. А какие там модели? Самая главная модель это обесценивание человеческой жизни. А что жизнь человека ничего не стоит. Эксперты по деструктивному контенту уверены, что игра в кальмара и другие садистские симуляторы будут и дальше продвигаться IT-гигантами. Все, что видим. Только начало. Ставки будут расти. Хорошо, ладно, пускай гипотетически. Зачем? Зачем им это? Почему никто не ищет? Оно будет продвигаться. Они рептилоиды. Они вам это все внушают. Зачем? Почему никто не ищет причины? Просто потому, что они могут. Да, вот так или что? В чем логика? Я не понимаю. Это бизнес. Это деньги. Во-вторых, продолжается последовательная идеологическая война в России. Вот зачем. Снести все традиционные ценности для новых детей. Блд, вот как. А мы-то наивно думали, что игру в кальмара сделали, чтобы чисто денег заработать. А главная цель российские ценности разрушить. Да вообще, фильмы и сериалы по всему миру только для этого и делаются. Что мы за российские ценности? Мы за счетом собственной важности. И я пришел к забавному выводу. Екатерина Мизулина, которая активно борется с тем же Дудем, на самом деле мало отличается от всяких блогеров. Мы с тобой не такие уж разные. Я не такой, как ты. Она также цепляется за всевозможные тренды. Ну, естественно. А телевизионные сюжеты откуда-то берутся? Они берут то, что сейчас популярно. А они такие, а, что, интернет? Ой, точно, мы же селик, мы же сейчас существуем. А потом станет популярный, создав свой ютуб-канал. Так может уже есть, мы уже показали. Отперед, что я говорю. Отличный. Внимание к себе. Екатерина, да мы с тобой считаем. Так у нее инстаграм есть страничка уже. А, не надо ютуб, да? Зачем у ютуб, когда есть инстаграм? Коллеги. Вот только неужели этот черный пиар того стоит? А ведь можно постараться появиться в рамках инфоповодов с какими-то реально полезными инициативами. Но, похоже, главное засветиться в заголовках новостей. А какой повод, не важно. Главное показать, что мы что-то делаем. Даже если в этих действиях нет никакого смысла. И это как-то грустно. Ну, а с вами был Акр. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Короче, я думаю, что вот эти все телевизионные штуки, которые поднимаются, заметьте, они же берут не просто что-то такое абстрактное, которое там вышло, никому неизвестно, но реально может быть какое-то опасное. Они же берут то, что популярно. Попытываешь. Похайпиться. Да, да. Хайпаем немножечко, как реально, как, ну, ставили ставку вот эту вот. Потому что, по сути, телек отмирает. Давайте честно и откровенно. Его смотрят в основном кто? Ну, люди в возрасте. То есть, по факту, все сейчас в интернете. Даже, в принципе, люди в возрасте очень много находятся в интернете. Но Ката сейчас все-таки, знаете, по старинке смотрит телевизор. И, естественно, там же нужно какой-то создать тоже тренд. И получается такое ощущение, как будто телевизионщики просто взятки. Самое прикольное? Да. Они вот находят к всему придраться. Ладно, игру Крымара, да, есть что при чем придраться. А попытки к чему придраться? А попытки вообще так же есть. Они чпокнулись, они чпокают, у них там мозги как-то... Там радуга! А, радуга, точно. Там радуга. Вадим, там радуга. А, ну да, да. Понимаешь, это страшно. Ай, короче, у меня просто нет комментариев по этому поводу. Я говорю, вы что-нибудь другое там, не знаю, через... А, ну еще, в общем, всегда виноваты аниме. Ты забыла. И компьютерная игра. Аниме-игра. Это тоже классика, да. Это всегда. Амонгаус. Амонгаус, да, обязательно. Короче, вы что-нибудь новое. Не знаю, там через полгода сейчас вообще все это, знаете, очень быстро меняется, потому что куча контента. Будет какой-нибудь новый там. Будет запрещать что-нибудь еще. Поэтому у Екатерины Мизулиной работы будут выше крыши. Короче, вот такая вот получилась реакция. Большое спасибо тебе за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.